Я не могу объяснить решений власти, например, о поднятии акциза на топливо. Ну как, надо же где-то полтриллиона гривен брать. Петласов уже написала предложение, сегодня бюджетный комитет будет рассматривать эти позиции. Смотрите, с сегодняшнего дня действует новый акциз на нефтепродукты. Это очевидно для любого человека, который мало-мальски, чуть-чуть разбирается в экономике, что подорожает все. От спичеки хлеба до одежонки какой-то. То есть брать триллионы, я скажу, где их брать. Закрыть границу не для людей, как сейчас закрыто, а для контрабанды. В налоговой навести порядок. Только вот сейчас начали шевелиться, но боюсь, чтобы это не было простым перераспределением потоков. Урезать всем чиновникам заработные оплаты до среднего уровня статистического. Брать все премии и надбавки для чиновников, депутатов и тому подобное. Сократить количество помощников и аппарата, который содержится для вслуживания этих дрожжемордов. Экономия. Если затягивать пояс, как они говорят, то не на шее у народа, как сейчас это происходит, а затягивать планомерно и в первую очередь там, где жрет, не нажрется коррумпированный чиновник. Это не делается. Все схемы как работали, так и работают. А мы получаем повышение акциза, которое приведет к обвалу экономики очередному, к закрытию кучи предприятий, потому что цены возрастут так, что не будет сенсоработать. Плюс еще налоги хотят повысить. Сегодня же ты 20 там заседать. Вот, то есть мы в результате получим как экономики еще большее количество людей, выехавших за границу, убежавших за границу, а тут еще подаляк. Ну это же реально чувак выступает рекламным агентом. Вот честно, рекламный агент подаляк. Смотрите, говорит, ха, вам не нравится повышение налогов? Ха, вам не нравится увеличение акцизов на топливо? Вам вот это все не нравится? Не нравится, как мы грабим страну, как мы набиваем карманы, покупаем билы за границей и так далее? Вам это не нравится? Так что, идите купите фальшивую справку ВЛК, молите со страны. Это он рекламирует людям, кто-то адрес еще не дал, где фальшивые справки ВЛК брать. И молите. Я дико извиняюсь. Это говорящая голова банковой. Так и что, выходит, что они сами уже свою коррупционную схему предлагают оптом и в розницу или как? Ну реально рекламный агент подаляк, иначе не назовешь. Ну это старое видео, да? Так, а оно 30 раз будет старым, но оно... Его тетеражируют сейчас на фоне заявлений власти о том, что все должны вернуться, работать, пенсионеров содержать. Да, воюй или работай, принцип Шмыгаля. Еще раз говорил в прошлом эфире, повторюсь сейчас. Господин Шмыгаль и его правительство зелененькое должно показать две вещи. Где будут жить люди, которые вернутся? И вещь вторая, где они будут работать. Потому что я уверен, что попытка заманить, забрать, захватить, вернуть насильно этих людей связана с одним единством. С желанием потом на этих людей получать помощь Запада, пилить ее, я извиняюсь, пиздить и наживаться. Другого объяснения нету. Потому что приглашают на рабочие места, приглашают на готовое какое-то минимально готовое жилье. А не так, мы вернем 7,5 для того, чтобы содержать 10, но работы для них нету. Дадите деньги не им как помощь, а нам, пожалуйста, мародерчикам зелененьким. Они убивают страну. Они убивают граждан. Они пытаются достать граждан за границей. Ничего с этого не выйдет. Это дурная история. По причине того, что, во-первых, граждане к ним не хотят ехать, к этим мародерам. И те, кто даже хочет вернуться, будут ждать, пока не произойдут какие-то изменения. И второе. А кто сказал, что Запад будет отдавать людей, которые работают в реальном секторе экономики? Не, они этих африканцев и азиантов, которые не работают, а живут на пособие Астара. А украинцев, которые работают в реальном секторе экономики, отдадут Вове Зеленскому. Не верю. Вот не верю. И это не только Польша и Чехия. Я знаю десятки, а может и сотни случаев, когда на крупнейшие предприятия Германии берут украинских мужчин. Вы мне скажите, их вернут? Зачем? Понимаете? Зачем? То же самое Италия. Италия вообще прагматически подошла к вопросу, как к статье Австрии. Вот тебе помощь на несколько месяцев, на три, кажется, чи на четыре. Иди работай. Если многодетная семья, да, будем помогать. Ну, социалка. А нет, иди работай. И они отдадут этих людей? Нет. По поводу людей. Проголосована петиция на сайте президента, что нужно понизить мобилизационный возраст, но не нижнюю планку, а верхнюю. То есть не до 60, а до 50 мобилизовывать. Как вы думаете, что дальше? Как будет реагировать Зеленский? Это ему петиция. И, собственно, мы тут все понимаем, что расширившаяся линия фронта, сложности, о которых мы говорили выше, Курский участок, это все требует новых и новых ресурсов, новых и новых людей. Александр, я думаю, что мы имеем дело с многоходовочкой, которые очень любят разыгрывать зелененькие наши. Что я имею в виду? Вот сейчас закинули эту петитуцию. Зеленскому надо будет проработать. Он скажет, мы ее изучим. Я доручаю там Генштабу ее изучить и так далее. И в определенный момент, а западные партнеры об этом военные, западных партнеров не разговаривали, в определенный момент они выйдут с предложением. Мобилизация с 20, но до 50. То есть это многоходовка. Продать сейчас понижение мобилизационного возраста практически невозможно. Люди на пределе. Люди понимают, что выбивается генофонд нации. Детей некому делать будет. Поэтому нам продают понижение. Скажут, вы спросили понизить. Мы понизили. Ну и тут придется понизить. Потому что страну надо защищать. И все. И у меня вопрос. Ставится ли реальный, на этой зеленой ставке, в этой зеленой власти, в этом зеленом болоте, ставится ли вопрос ключевой. Как найти дорогу к миру? Потому что звездить о мире они умеют. Но действий или даже хотя бы проговариваний какого-то реалистического пути к миру мы не наблюдаем. Ни действий, ни слов. Общая мишура, зеленая пыль войны. Вчера за мир, потом Курский рейд, сейчас опять за мир, потом опять это самое. Четко понимаю одно. Война, военное положение дает право зеленым мародерам оставаться в своих властных креслах. Возможность находиться в этих креслах дает неограниченную возможность распиливать бюджетные деньги, которые сегодня будет искать подраспил очередной педваза. Исходя из этого всего, эта публика, эта зеленая шоба абсолютно не заинтересована в окончании войны. Она, ей неинтересно окончание войны. Чем больше идет война, чем дольше, тем дольше они при власти, тем дольше они имеют возможности пилить деньги. Мне могут сказать, это Путин, это российский агрессор, это они прут и все. Согласен. Войну начали они. Ну, во-первых, зеленая шоба сделала все, чтобы ослабить страну, чтобы показать, приходите нас, заберите голыми руками. И так далее, и так далее. Зеленая шоба по факту действовала, как союзник агрессора, в ослабевании государства, в развороне государственных средств. Зеленая шоба сейчас с помощью этих ТЦКшников делает все, чтобы дискредитировать идею защиты отечества. Почему? Потому что в начале войны именно украинский народ взял, надавал по шее агрессору и остановил наступление на Киев. Ни зеленский, ни зеленые, никто, а именно украинский народ. Нет, ну еще татаров, который убивал чеченцев, его нельзя увольнять, потому что убьют русских. Александр, без комментариев, ну, вы понимаете, комментировать, ну, можно еще и Берлинскую прокомментировать. Только у меня один вопрос. Что там с уголовным делом по ракетному удару по Чернирову, когда Берлинская проводила выставку дронов? А? Ну, вот и ответ. Понимаете? Тут вопрос даже не в личностях. Вопрос в том, что та парадигма зеленой власти, которую они, ну, выстрелили, она содействовала агрессии. Ну, дорогу на Чернобыльскую АЭС они же построили. Тогова с Сакаром на логистический центр, благодаря которому разминировали Чангар. Они же савасавали. Мрию за границу не выгнали. Они же, зная уже, что будет агрессия, они сейчас же бьют себя в груди и горят, что знают. Людей не предупредили, не эвакуировали и жертвы среди мирного населения. Они же... Ну, то есть, парадигма власти зеленой была выстроена так, что она содействовала агрессии. Сейчас я то же самое наблюдаю на украинском Донбассе. Мы идем в Курский рейд, захватываем там до сотни сел, полупустых и городишек, теряем суперпромышленный регион с большущими покладами угля и лития. Внимание, который в ближайшее время в мире будет очень как востребован. Даем возможность выйти, преодолеву партификационные сооружения, которые 10 лет строились, выйти русским на новые рубежи, с которыми они могут атаковать крупнейшие промышленные центры нашей страны. Как это называется? Не действует ли агрессор с внутренним врагом заодно? Нету ли каких-то моментов? Поэтому очень легко рассказывать, кто кого убивал в первые дни войны. Очень легко рассказывать байки про победы. А в это время сдавать Покровск, сдавать Селидова, сдавать Карл, Укрепрайон сдавать, который 10 лет строен. Сука, не вы строили, до вас его строили, вы строили и воровали. Вы ничего по факту не строили. У вас там паша 15% малинку выращивал на фортификационных сооружениях. И потом вышел и, как с бронзбойтов, глаза с сечей народу малинку выращивал. Это даже не смешно. А судья, боже, Александр, да я ж таких судей не видел. И у меня предложение, его надо на премию подать. Вы что, как заботиться о человеке? Он говорит, 30 миллионов, это, наверное, же много для вас. Расскажу вам историю. Знаете, кто и по чьей просьбе внес папки в залог запасу 15% малинку? Бывший народный депутат Максим Ефимов. А чем известен Максим Ефимов? Правильно. Он владеет вертолетной площадкой, так называемой. Центром Парковой, где находится офис Слуги народа. А еще там в подвале находится дата-центр, который выделенными линиями сообщается с Нацбанком и с Центральной избирательной комиссией и еще другими госорганами власти. Построено это все было Александром Януковичем, он же стоматолог. А потом наследство там шло, шло, шло и вот пришел к зелененьким. Поэтому, когда говорят проведем выборы в смартфоне, я сразу про подвал Паркового думаю. И так с криптовалютой там наигрались так, что мама не горю. Ну, давайте честно скажем гражданам, что все вот эти зелененькая верхотура, то есть верх зеленой власти. Они же не берут наличку, которую нам показывают на этом низком уровне коррупции, среднем уровне коррупции. Нет, они не берут, они все криптой гоняют туда-сюда-сюда-сюда-туда. А сколько ботоферм на Парковом? Кто работает, как? А там офис есть, например, господина Давтяна, это смотрящий за Запорожской областью, вемирчик такой есть. Вот. Поэтому, исходя из этого всю история, которую мы с вами сейчас говорим, я еще раз повторюсь, кроме внешнего врага, очевидного врага, я вижу врага внутреннего, который не просто победить не даст, он не даст мир вернуть на нашу землю, на любых условиях, потому что мир — это их не конец, это их не уголовная ответственность, это прекращение пизденного, которым они привыкли заниматься. Вот вся история. Есть мнение, что Зеленский не в курсе? Ошибочно? Как бы так мягко ответить? Моя голова в курсе, когда я утром бегу в сортир. Приблизительно или нет, или она на подушке остается. Вот приблизительно вот так, чтобы никого не это самое. Это одно целое, всё. Это единый организм. Это голова этого организма. Я не говорю мозги. На секунду. голова точно. Поэтому говорить об этом, это самое. Тут же, понимаете, тут целеустремлённо двигается политическая программа, которая, я так понимаю, написана за пределами нашей страны. Вы посмотрите, как душевно Андрей Борисович Ермак, нехай святится имя его, встречается с Соросом младшим. Ну, просто насколько душевно, что я уже начинаю переживать за чью-то попку. Понимаете, это просто. Кто этот человек? Причём все уже привыкли к этим встречам. То есть, если сначала Сорос младший, а сейчас как бы... Нет, так как кого представляет Сорос младший? Сороса старшего. А Сорос старший кто? Понимаете? То есть, мы показываем, что страна зависит от финансовых спекулянтов, от людей, которые выстраивают своё видение мира. Допустим, я оппонент этому, я против мультикультуры, я против того уничтожения традиций, против уничтожения православия и христианства в целом, надо это сказать, то, что у нас навязывается. вы же посмотрите, у нас под личиной борьбы с московским патриархатом уничтожается православие как основа, как традиционная вера, как традиция нашего народа, да, но кроме этого уничтожается вообще христианство, уничтожается, навязываются вообще мультикультурные такие ценности, несвойственные традициям нашего народа. То есть идет планомерное уничтожение народа на фронте людей, уничтожение духовности, традиций, образования. Вот вы же видите, что происходит с образованием. Мало то, что эти все товарищи рехворматоры мешают коней людей комах и все на свете в одну кучу и говорят, это поможет что-то выучить, ну, детям и так далее. Так они же еще доводят до того, что сейчас из-за нескольких зарплаты возросло количество учителей, увольнявшихся на работу. Никто не идет. Александр, ну, максимальная зарплата учителя 14 тысяч гривен. Пойди проживи, прокорми детей, покажи что, как, ну, и тому подобное. Нет, не выходит. Вы же видели ответ министра образования лесового Аксена. Ну? Поднимем, вот, когда не будем тратить столько на оборону. Тогда поднимем, хотя обязаны были поднять вот этой осенью. У меня есть прямое предложение. У меня их вообще-то два. Ну, первое, я думаю, придет, не услышат, ну, руководством страны. Я просто требую, чтобы господин Аксен Лисовой публично на заседании кабинета министров рассказал, что ж такое с его диссертацией, в которой сколько совпадений. А точнее, плагиата. Ну, это так правильно называется. вообще не вопрос. Он отказался от нее. Говорит, честным надо быть. И отвечать отказался. Тут, понимаете, тут не о диссертации, ее может даже в унитаз смыть. Все равно она ничего для научного мира не стоит и не несет. Не в этом вопрос, Александр. вопрос в том, почему врал и почему занимался плагиатом. А то, что ты отказался, так это получается как? Пошел, украл у человека деньги, потом кинул их на улице и говоришь, это самое, ну а что, я же отказался, я не забрал их, я на улице их кинул. То есть он украл чужую собственность интеллектуальную, украл, это называется воровство во всем мире цивилизованное, украл чужую интеллектуальную собственность, а потом, когда его поймали, поймали за руку, он ее выбросил и говорит, невидовато я, я не виноватая, это, ну, это так вышло, понимаете? Но у меня есть предложение другого плана, он там зарплаты обещал выплатить, да? Я предложение к Аксену Вазовому, там в школах собираются этих мизерных зарплат еще на помощь вооруженным силам Украины. Необходимо, конечно, все, пускай новый Ягуар, который купил, продаст и все до копейки отдаст на вооруженные силы. Это будет честно и справедливо. У лицевого новый Ягуар? Ну, что-что? У лицевого новый Ягуар? Да. Да. кому война, кому новый Ягуар? Кому мизерные зарплаты? Кому ликвидация истории Украины? А нахиба история Украины? Там же про новые Ягуары для лесового не пишут. Это уже биология про Ягуары, леопарды и другие кошачьи. Знаете, я, наверное, расскажу сейчас, сделаю маленький исторический экскурс в связи с погодными условиями, которые мы имеем, да, когда климатические условия меняются и так далее, и так далее. Я расскажу одну вещь, думаю, что аксену Лисовому она неизвестна, ну, поэтому ликбез и зрителям интересно будет. Про зооволь. Ну, есть летопись времен Киевской Руси, где описана охота нашего великого князя Владимира. Знаете, на кого он под Киевом охотился? На льва. Реально в те времена погодные условия позволяли львам жить под Киевом. Ну, в нашей зоне климатической. Вот, это, конечно, экскурс в историю, но вот, а вот Ява у Лисового не было. Да, ну и просто смотрите, сейчас такой период, что разные машины жгут. Понятно, что это все рука Кремля по задачам, да, от врага, от паблики для работы. Но сначала военные, потом полицейские были замечены. Кто знает, может, что-то повторит охоту на Ягуаров под Киевом? Все может быть, смотрите, я являюсь сторонником тому, что невозможно вернуть мир, остановить войну, если не навести порядок. А у нас все больше и больше погружается в хаос. У нас безумные идеи на безумных идеях. У нас телеграмм запрещают, потому что через телеграмм кто-то шел. у нас выходят, говорят, дурова посадят. Я ржу, чуть ли не это самое, под стол, чуть ли не упал в соснику, когда люди, серьезные люди, с офиса президента говорят, дурова посадят. Я смотрю, он сотрудничал с французами и сотрудничает. И вообще он прилетел, я так, ну, мое мнение, для реализации, грубо говоря, своей в Евросоюзе. Но не летают люди его уровня в страну, где их ждут неприятности на чартерных рейсах. Но наши великие мыслители улицы банковой они вот посадили уже на пожизненную дурова. А теперь, когда поняли, что обкакали жиденько-жиденько, зелененьким-зелененьким от души до пяток, то они решили отрегулировать телеграмм и требовать структуру собственности. Целый закон пишут, понимаете? я понимаю, что навряд ли что-то с этого получится. Но сама инициатива, мягко говоря, это, ну, я уже о свободе слова говорить не хочу. у нас тут очередные витки травли, там, некоторые психически нездоровые элементы, например, увидели в вашем логотипе, логотип Шария, понимаете? это самое, то есть, ну, болящие они такие, понимаете? А вы знаете, что еще и эти две фамилии на одну букву начинаются? Да я на чем? Да, понимаете? Понимаете? И вот эти вот все болящие, притом хорошо, если они где-то там на помойках, да? А если они в кабинетах власти, становятся угрозой для страны? Игорь Масинчук был моим собеседником сегодня. Игорь Масинчук, фамилия начинается на букву М, а если ее перевернуть, получится Ш, тоже очень хороший повод для конспирологии. Ну, я уже привык, я, знаете, не зря, что у меня символ Носорог. Я, пользуясь случаем, в конце вашей программы, хочу поздравить одесситов, с днем города, пожелать, чтобы наша украинская Одесса выставила и как всегда была жемчужиной у нашего Черного моря. Счастья, здоровья всем. Будем жить. Ну, будем жить еще так мне на душе тепло, когда вспоминают, как о городе говорят, Одесса, не по вот этим языковым скандалам, переименованиям, шахедам, ударам, не в этом смысле, а в смысле, что это столица юмора. Хочется чего-то светлого, родина великих писателей, юмористов. Александр, смотрите, я вот наблюдаю несколько дней, несколько людей обсуждают, что день города в Одессе надо перенести, потому что сегодня типа имперский. Я не знаю, может быть, может быть и надо, но есть два но, и я таки имею что сказать по этому поводу. Во-первых, война должна как-то окончиться, а во-вторых, решать этот вопрос должны не какие-то ростовские утырки или ровенские поцы, а одесситы, жители этого прекрасного города, который подарил мне мою прекрасную супругу, где живет моя теща и работает, где живут многие мои друзья, крестники и вообще прекрасные, замечательные люди. Я люблю этот город за его атмосферу, за его юмор, за его антуранс, за его человечность. И его нельзя дать убить ни внешнему врагу, не внутрешним поцом. Да, друзья, одесситы всех с праздником, всем большое спасибо, что посмотрели это видео, Игорь Владимирович, спасибо большое за время и мысли. Спасибо вам. Берегите себя, всем добра и света. Увидимся, до скорого.